Липецк Липецк – второй по численности населения город Черноземья. Из достижений новейшего времени гордится своей особой экономической зоной, занимающей порядка двух тысяч гектар земли и сумевшей привлечь привередливых иностранцев. О том, что когда-то здесь был крупный центр отечественной промышленности, напоминают заброшенные заводские территории и обветшала инфраструктура рабочих кварталов. На полную катушку работает только Новолипецкий металлургический комбинат. В это предприятие был заложен такой потенциал, который до сих пор позволяет его нынешнему владельцу зарабатывать миллиарды. Сам комбинат мало его интересует, если судить по потрепанному времени внешнему виду корпусов. Так не жалко бросить, если что. При этом НЛМК вносит главный вклад в превышение индекса загрязнения липецкой атмосферы. Третий по масштабам производства в России, он ежегодно отравляет в воздух тысячами тонн вредных веществ. На очистительные сооружения и матернизацию денег не находится. Не мудрено, что в структуре заболеваемости жителей в тройку лидеров входят болезни органов дыхания. Хронические обструктивные болезни легких стремительно молодеют и набирают обороты. Комбинат этот символ происходящего не только в Липецке, но и во всей России. Символ того, что бизнесу наплевать и на страну, и на нас с вами. Символ того, что бизнесу наплевать и на нас с вами. Мы уже слышали звук приближающихся работы машин, очень громко все было, взрывы эти постоянные. Но мы надеялись, что как-то оно от ситовки повернет в поля. И все будет нормально. Но потом стали замечать трещины. И думали, боже мой, ну что ж такое, неужели это кладка какая-то некрепкая. Даже не подумали, что это от взрывов. А когда они стали усиливаться, приближаться к нам, приближаться. И такие массированные. Наша профессия романтичная. Конечно же, находимся на природе. Свой результат мы видим воочию. Была скала или была гора, которую никак нельзя не экскаватором ничем взять. А приехали с участка буро-взрывных работ, набурили, заложили запчатку, взорвали. И превратилась она в горную массу. У них же глубина карьера 106 метров. Когда поверхностные идут, мы только слышим звуки. Но когда глубинные идут, товарищи срезнет, а потом уже бабах. Но мы не этого пугаемся. Мы того пугаемся, что мы останемся без жилья. Трещина, которую я вам показывала на улице, она насквозь. Хотя дом, он двойной. Как бы и кирпичная кладка есть, и пенобетонные блоки. В одном и том же месте прорвалось. То есть дом треснул пополам. Вот. Ветер дует постоянно. Шире становится. Было уже. То есть в какой момент дом распадется на две части, я не знаю. В 28-м году будет 100 лет этому карьеру. И в советское время произвели всю разведку полезных ископаемых. И определили вот эти границы горного отвода. То есть определили объемы. И пока не добывали. Потому что на этой земле, в Вединке, там, где сейчас работает карьер, там были совхозные поля, там выращивались культуры. И, в общем-то, никто тогда не помышлял, чтобы подойти близко к сельскому самому поселению. Когда на заре приватизации совхозные земли были поделены на паи, часть их скупила горнодобывающая компания «Стакдок». Акционерное общество «Стакдок» входит в группу компаний Новолепецкого металлургического комбината. Без флюсового известняка, который они здесь добывают, невозможно металлургическое производство. Поэтому для НЛМК поля эти не поля. Это ресурс, из которого нужно выжать всю прибыль. И самая жирная его доля залегает как раз рядом с Вединкой. Так что в этом году «Стакдок» решил подобраться ближе к селу еще на 300 метров. И когда мы узнали, внезапно кто-то узнал, да люди были настолько возмущены, да мы готовы были, я не знаю, на войну идти. Уже все, потому что больше нечего. За нами больше ничего нет, кроме этого, что мы имеем. Вы просто у нас в поселок, вот так вот по периметру, обошли вдоль всего. То есть вы хотите вот так нас окопать и теперь чтобы весь поселок взрывать. Вы так что-то можете сделать? Ну вот, 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 это же новая камень. А что еще есть? Вот ровно через эту дорогу начинается домашний. Вы сначала говорили, по моей улице идет граница горного отвода. Говорят, отодвинули, все равно сколько. У представителя компании свое понимание причин несчастья людей. Они сами виноваты. Неправильно строили свои дома. Во-первых, я бы сделал проект. Когда проект делается, этот проект делается. И что там вот сложно, в которых строится этот проект? Да что вы говорите? Это не бизнес, оказывается, должен был позаботиться о том, чтобы не тревожить людей своей деятельностью. Это люди должны были предположить, что он появится в их жизни и ставить себе сейсмостойкие дома. Вы что, не можете купить оборудование от ряда? Что, он спокойно? Да, взрывайте. В каком веке вы работаете вообще? Там норма прибыли будет другая, понимаете? Если шахту сделать и оборудование туда загнать. Конечно. Там будет норма прибыли другая. А так, калак, мы все сделаем. Молодец. Мужчины, они просто не могут уже. А как? Разве можно вот так вот глава семьи, кормильцев превращать в таких, что они ничего не могут защитить свою семью? Их ставят перед таким фактом, что ты дерьмо, ты никто. А мы, вот, мы имеем право на все. У нас есть возможность. А ты? Нет. А какой мужик выдержит такое? И потому они такие злые вот сейчас здесь. И потому там до драки не доходило. Но это не потому, что они такие неинтеллигентные. Потому что уже накипело. После встреч с возмущенными жителями Венки, руководство Стагдока пошло на уступки. Вырыли и увезли пограничные столбы, которыми компания уже успела пометить поле, на которое претендовала. Оставила только один. Не то из лени, не то, как обещание вернуться. Нашли возможность снизить мощность взрывов. Почему мы раньше молчали? Почему мы ждем, пока... Ведь, ну, никто за нас вообще не подумает. А как часто эти взрывы? Вторник, пятница сейчас. Раньше же каждый божий день, эти года предыдущие, вот два года, три года назад, да каждый божий день и сирена, и в обед может, и после обеда. Хоть вой, хоть не вой эту сирену. Напоминает нам войну. Великую Отечественную. Раньше же было много фильмов про войну. Сейчас они звуки поубрали. Мы для вас стараемся, мы делаем для вас. Мы узвали, убрали звуки. Ну так уберите нам трясение. И все-таки эта победа вместе оказалась возможным невозможная приостановить беспредел бизнеса. Теперь бы, не останавливаясь на достигнутом, потребовать возмещения материального ущерба за поврежденные стены домов. Ведь сам делец на это не пойдет никогда. И такова суть современного бизнеса. Он сбросил с себя всякую ответственность перед людьми. Тот же НЛМК избавился от больниц, школ, детских садов и профилакториев, которые строил в советские времена. Он только доит. А власть еще и за рубежа тащит таких же дойщиков. Создает им особую экономическую зону, в которую вкладывает 9 миллиардов рублей на дороги, свет, газ, воду. На пять лет освобождает резидентов от налога на прибыль и ряда других налогов. И даже не думает о том, чтобы потребовать от них оплаты труда рабочим на европейском уровне, например. Но тогда бы они не имели бы такую огромную норму прибыли. Они бы сюда просто не пришли. Поэтому сюда иностранцы идут за дешевой рабочей силой. Чужая территория, чужая земля. Они ни за что здесь как бы не отвечают. Наши деды отстояли эту землю в Великую Отечественную. На территории Липецкой области дальше Ельца враг не прошел. Фашистское войско, объединившее солдат 15 стран Европы, не смогло. В области 18 сельских районов и в каждом присутствует иностранная компания. Что в особой экономической зоне, что в оградном секторе. Все они работают на своем сырье и своем оборудовании. Смежные производства, рабочие места, прибыль – это все там. У них, не для нас. Оригинальная власть гордится увеличением объема иностранных инвестиций. И по логике вещей, от того, что объем этих инвестиций увеличивается в нашем регионе, должна меняться жизнь к лучшему. А происходит совершенно обратное. Надо посмотреть на состояние жизни сегодняшних людей. Они сегодня по уши в кредитах. 114 миллиардов рублей должны коммерческим банкам залезли туда. Пиетет власти к крупному бизнесу, что иностранному, что доморощенному, приводит к его ощущению превосходства над всем и вся. И передается вниз по цепочке. Местечковые бизнесмены точно так же чувствуют себя барами, которым закон не писан. Видите, как у нас тут все хорошо стараемся. Уже чесночок, видите, какой хороший вылез. Ну вот, вот работаем. Этой красоте в селе Сухая Лубна Липецкой области пришел конец в прошлом году, когда буквально за оградой окраинных домов возник свинокомплекс. Они утилизировали вот эти все отходы, жгли эти кости, там, что еще. Вот этот горелый запах был. Полиэтиленовые все упаковки. Тоже тут невозможно было выйти на улицу, ни форточка открыть, ни на лавочке не посидеть. Вот тем более летом с детьми. И главное дело, у них план вроде бы расширяться. Общество с ограниченной ответственностью, рудничное, изначально планировало построить здесь молочную ферму. Потом переиграли и сделали свинокомплекс, не имея разрешения ни на строительство, ни на работу. То есть это вот обычная такая картина, да? Да, даже хуже бывает. Вообще не бывает. Это еще одна неприятность, которая пришла вместе с открытием свинокомплекса. История таинственная, потому что по официальному письму из Липецкого водоканала договор на поставку воды со свинокомплексом заключен не был. Вот это их проектная документация. Вот я вам покажу. А откуда она у вас? Ну это я вам не скажу. Это военная тайна. Просила людей. Из документа следует, что воду на комплекс должны подвозить цистернами. Почему с его открытием в определенные часы вода еле сочится, а летом вообще исчезает, непонятно. Дальше. Класс опасности вот какой. Как они вот пишут, у них третий, четвертый класс опасности. Опасное дело разводить свиней. Они выделяют пары влаги, углекислый газ, аммиак, сероводород и другие газы, не говоря уже о навозе. А еще и отходы после забоя. Они тоже требуют утилизации. Поэтому санитарные правила устанавливают пять классов опасности в зависимости от количества поголовья. Заявляя четвертый класс, комплекс тянет на первый. Такое предприятие и располагаться должно на километром удалении от жилой зоны и отходы утилизировать правильно, и открытию их должны предшествовать общественные слушания. Но для владельца ООО «Рудничная», а по совместительству руководителю потребительского кооператива «Экоптица» все это только лишние условности. А как вот у вас здесь с работы? В принципе, положительное такое явление. Открывается новое предприятие, вроде как рабочие места для местных. Насколько я знаю, у нас всего два человека с нашей Лубной здесь работают на этой ферме. А остальные откуда? Я не знаю, откуда они. Привозные, откуда-то привозят их. Каждое утро и вечер приезжает синий автобус, привозит, отвозит. Где они числятся и как они числятся, никто не знает. То есть вообще никаких плюсов, да, получается для местных жителей? Конечно, никаких. Помимо того, что мы воду пьем неизвестно какую, дышим неизвестно чем. Как и жители Веденки, люди здесь сумели объединиться против общей угрозы. Писали и в областную прокуратуру, и в природоохранную. Выиграли суд. Нам давались ответы и с районной администрацией, и с области. То есть то, что разрешения на строительство нет, объект возведен незаконно. Где тогда, какие действия принимает наша районная и областная власть? Я вот этого вообще не понимаю. То есть я могу построить, что хочу и где хочу. Не оформляя никаких документов, вообще вот что хотела, то и возвела. Сегодня бизнес, который туда приходит, он, конечно, вообще не заинтересован в каких-то тратах на социальные какие-то объекты и прочее, прочее. Поэтому он приходит получить максимальную прибыль от своего, так сказать, производства. Имея определенные связи в властных коридорах, вопросы строительства решаются очень быстро. Даже без необходимой процедуры получения этих разрешений. Собравшись вместе, жители села сумели заставить себя выслушать. Судьба свинокомплекса будет решена после проведения экологической экспертизы. Также ждем результатов проверки прокуратуры. Ну а пока мясо ООО «Рудничное» лежит в магазине при свинокомплексе. Местные, правда, его не берут. То, что случилось в сухой лубне, происходит повсеместно. И причины такой недоброй моды лежат на поверхности. Сейчас многие процедуры разрешающие, они должны проходить через общественные слушания. А капитал уже интуитивно понимает, что люди все равно будут задавать колоссальное количество вопросов. И они пытаются эту ситуацию каким-то образом обойти. В 2014 году было организовано акционерное общество в составе четырех человек с уставным капиталом в 10 тысяч. Был определенный участок в зоне сельскохозяйственной производственной. И в апреле 2015 года началось строительство. Строительство началось без оформления соответствующей разрешительной документации. То есть сначала построились, а потом узаконили? Да. Отнеслись, в принципе, наплевательски. Значит, ну и таким же образом сейчас ведется строительство второй очереди. Решение по депутатам по принятию изменений в новой редакции генерального плана, оно в установленном рекламентом порядке не принято. Речь идет об ООО «Кривец птица». Для строительства второй очереди организация просит у местной власти ни много ни мало 48 гектаров земли. При том, что и при существующем объеме производства селянам оно не по душе. Первое – в районе Птичника, если посмотреть с цельной стороны, там находится водоем, который состоит из отходов производства. Это первое. Второе – значит, хранение отходов производства на промплощадке заявленной, оно не соответствует абсолютно никаким требованиям. Это второй момент. И третье – они, будем говорить, вот эти машины, которые вывозят жидкие отходы, они сливают по всей территории Кривца. Несмотря на все это, и при отсутствии положительного решения Совета депутатов, строительство новых корпусов птицефермы уже идет. И власть как-то это не напрягает. Почему? Мы можем только догадываться, но определенные факты наводят на размышления. Когда у нас проводились выборы главы администрации области, то Кривец Птица в районе ДК построил детскую площадку. Это заурядная, обычная, неброская, такая скромная детская площадка. Но они заявили, что затратили на нее один миллион рублей на этот год. Вот нам, с учетом того, что было затрачено, то есть привлечены инвестиции в один миллион рублей, выделяется из бюджета еще один миллион рублей. Так работает так называемый принцип софинансирования в наших регионах. Чтобы выбить из бюджета деньги, нужно сначала показать, что в поселение уже кто-то вкладывает. Потому и получается, построил я якобы за миллион детскую площадку и развивай бизнес сколько хочешь. Такую выстроили систему. У нас, будем говорить, существует вертикаль власти. И вертикаль власти, она начинается от главы и заканчивается президентом. И вся вертикаль власти работает в своих интересах. Поэтому администрация занимает одну позицию. Одна часть жителей, большинство, занимает другую позицию, противится этому. Для местных жителей это оборачивается тем, что они вынуждены терпеть вонь из птичников и отравленную воду в колодцах. А централизованное водоснабжение здесь только у половины. А в соседних деревнях и вовсе отсутствует. Воды качества неважные. Я ее, по сути дела, сырой не пью. Обязательно кипяченой. Если набрать ветру воды и оставить ее на ночь, и вылить утром, то на ней на стенках можно писать. А кто-нибудь сдавал тут на анализ? Нет, никто не сдавал. Смысла сдавать нет. Потому что от знания, какие элементы периодической системы в этой воде есть, ничего не изменится. Пить что-то все равно нужно будет. А вот вонять птицефабрика стала поменьше. Запах там есть. Но сейчас уже, конечно, немножечко, может быть, вот тут мы начали возникать против этого. Начали они уже более-менее относиться с людьми нормально. До этого они на нас внимания не обращали. А как же вы заставили к себе прислушиваться все-таки? Ну как, собирались, сход здесь собирали. Людей много собиралось. Но вонь-то была страшная. Почему все балки залиты к***ом? Птикали. Какие балки? А какой ваш производитель? Присыпано землей. Какие балки? Вот скажите, какие? Жить не отбрасывается. У вас не работает система очистки. Вы скоро зас***ли все. Все заливается машиной и сливается в балки. Это все будет в колодцах этих жителей. Жители не просто глутуют. Вы знаете, в чем проблема? В чем проблема? Мы с вами общаемся первый раз, да? А вопрос, наверное, назрел давно. А почему вы не зашли ко мне? Да сейчас ответим. А в чем проблема? Ну вы сейчас здесь, вы стоите, вы что ответите? Вы просто стоите, вы сейчас внесете чушь. Почему? Не одного ответа не поставлены. Вот такие вот разговоры с представителями бизнеса сплошь и рядом по стране. Нам не нужны их ответы. И так все понятно. Ну ладно, фашисты. Они хотели воспользоваться нашей территорией. Они на нас напали, уничтожали. Мы мешали. И уже разделили ее по всем странам, которые победят. Ну почему свои нас не слышат? Пожалуйста, мы не против. Строитесь в нашем селе, развивайтесь. Пускай рабочие работают. Но, пожалуйста, можно подальше от села, и чтобы не нервировать людей, нас, таких обычных жителей. Мы для того и остались жить в этом селе, чтобы здесь в чистом воздухе. Мы не уехали в город, мы не уехали в другую область. Мы хотим жить в своем селе. Почему так происходит? Ну потому что в 90-х годах мы просто изменили вектор нашего развития. И сегодня выход из этой сложившейся ситуации только в смене социально-экономического курса в стране. Вообще полного причем. Надо понять одно и самое главное, что производство на нашей территории, оно должно быть исключительно в интересах людей, которые живут на этой территории, на нашей земле. Все остальное должно быть вторично, если не третично. Так было, и я надеюсь, что так будет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова